Еще буквально пару месяцев назад все жили обычной жизнью, но в какой-то момент началось это. Кому-то это покажется паникой, но фактов уже предостаточно, чтобы назвать новый вирус реальной проблемой. И если, например, от радиации нас спасет удаление от места заражения, то в случае с коронавирусом удаляться нужно от людей. В самом начале вирус почти не выходил за пределы Китая, но удержать людей от взаимодействия практически невозможно, а учитывая масштабы Китая, даже самая строгая изоляция только отложит заражение людей из других стран, что в итоге и произошло. С того момента прошло уже несколько месяцев, однако до сих пор нет точной информации, откуда взялся этот коронавирус. Никто не понимает, почему буквально на ровном месте появилась болезнь, которая поражает здоровых людей одного за другим. Кто-то считает, что этот вирус разработали в США, или что это все последствия от применения биологического оружия. В этом видео мы развеем мифы и разберем три основные версии появления этого вируса. Прежде чем начать говорить, откуда взялся коронавирус, нужно понять, а было ли что-нибудь подобное раньше. И если мы обратимся к истории, то окажется, что начиная с 20 века было несколько пандемий схожего характера. Первая пандемия случилась в 1918 году и была самой тяжелой. Она была вызвана вирусом H1N1 птичьего происхождения, но как и откуда он возник, неизвестно до сих пор. Чтобы вы понимали, этот испанский грипп выкосил больше людей, чем вся Первая мировая война. А на всей планете было заражено почти 30% населения. Дальше была пандемия азиатского гриппа, которая началась в Восточной Азии в 1957 году. Это был вирус гриппа H2N2, который впервые обнаружили в Сингапуре в 1957 году. Дальше азиатский грипп попал в Китай, потом добрался до западного побережья Соединенных Штатов и быстро разошелся по всему миру. Спустя 10 лет азиатский грипп мутировал и новый штамм H3N2 вызвал новую эпидемию в Китае. Первые случаи заболевания были отмечены в июле 1968 года в Гонконге. Это была третья вспышка пандемического гриппа в 20 веке, а ее жертвами стали больше 1 миллиона человек. Последняя пандемия гриппа, известная как свиной грипп, случилась 10 лет назад, в 2009 году и была вызвана вирусом H1N1. Эта болезнь в основном затронула детей и взрослых среднего возраста, в то время как пожилые люди имели к ней иммунитет. Кто внимательно слушал, тот уже заметил, что здесь есть как минимум два странных момента. Во-первых, свиной грипп под обозначением H1N1 совпадает с обозначением испанского гриппа 1918 года, который выкосил миллионы людей. А во-вторых, я вам не сказал еще об одном вирусе под названием H5N1 или как еще его называли птичий грипп. В большинстве случаев те, кто заразился, находились в физическом контакте с птицами. Но интересно то, что этот вирус смог мутировать в штамм, который может передаваться от человека к человеку. Из-за пандемии коронавируса многие предприятия закрываются, а работников отправляют домой. Пока одни профессии становятся ненужными, другие наоборот стали актуальными, особенно те, которые можно освоить удаленно. Если вы задумываетесь о смене карьеры с возможностью удаленной работы или фриланса, то обратите внимание на сферу IT, особенно на фронтенд-разработку. Эта профессия не требует специальных навыков для старта, поэтому это направление оптимально для тех, кого пугает математика и алгоритмы. С освоением специальности вы получаете возможность работать удаленно, брать заказы на фрилансе или претендовать на должность джуниор в IT-компании. Если вы хотите изучать фронтенд с поддержкой крутых преподавателей, то в онлайн-школе Skill Factory уже скоро стартует курс «Фронтенд-разработчик». Здесь студент получит уже реальную практику. В ходе курса создаются серьезные проекты, которые не стыдно добавить себе в портфолио, а это уже первый шаг к трудоустройству. Но это еще не все. Вы можете получить свой личный бонус. Назовите менеджеру промокод «Знаю все» при оформлении заявки и получите скидку 20% при оплате обучения. Всю информацию найдете по ссылке в описании. Кстати, в это самое время, пока весь мир борется с коронавирусом, в Китае опять была зафиксирована новая вспышка того самого птичьего гриппа, который имеет обозначение H5N1. Поэтому, как вы понимаете, вирусы постоянно мутируют, и вспышки эпидемии происходят в год по несколько раз, даже когда мы об этом не знаем. И если птичий или свиной грипп с трудом можно назвать пандемией, то коронавирус уже вызвал всемирный коллапс. И первая версия, почему это произошло, звучит так. Этот вирус просто мутировал. Знали вы или нет, но коронавирусы впервые были открыты еще в 60-х годах. Позже вирусам-мутантам из группы коронавирусов дали аббревиатуру SARS. Они являются причиной респираторных инфекций как у человека, так и у животных. Новый коронавирус в Китае причислен к тому же семейству, что и вирус, который в 2003 году вызвал вспышку атипичной пневмонии в Китае. Все эти виды коронавирусов перескакивали на человека от летучих мышей. И наш новый COVID-19 не исключение. Правда, как считают ученые, к человеку этот вирус пришел не напрямую через летучих мышей, а через змей. Как вы знаете, в природе змей охотятся на летучих мышей, потом этих змей ловят и везут на продажу. Ведь это экзотический продукт. На том злополучном китайском рынке в Ухане продавалось мясо змей. Поэтому, скорее всего, именно змея является посредником между источником вируса и человеком. Тогда это объясняет, почему большинство схожих вирусов появляются в Китае или странах Азии. Ведь китайцы и азиаты употребляют очень много экзотических животных. Но при этом стоит знать, что не все коронавирусы носят опасность для человека. Со многими коронавирусами люди сталкиваются ежедневно и даже не замечают их. Любой опытный врач скажет, что по уровню смертности есть вирусы гриппа куда страшнее. Тот же птичий грипп имеет процент смертности среди заболевших около 60%, а наш новый вирус 3,5%. Но дело в том, что в отличие от большинства других вирусов, главная опасность COVID-19 в очень высокой скорости его передачи от человека к человеку. У него длительный инкубационный период, который составляет практически 2 недели. Во время инкубационного периода он уже способен передаваться, что в корне отличает его от других похожих вирусов. Именно за счет этого заражается большое количество людей, поэтому смертность заболевших на уровне 3-5% в этом случае является очень высокой. Но во всей этой версии остается открытым один вопрос. В какой момент произошла мутация коронавируса, после которой получился именно COVID-19? Ведь этот вирус новый и именно в таком виде еще никогда не встречался. И тут мы переходим ко второй версии появления этого вируса. По этой версии новый коронавирус COVID-19 создали ученые США. Эту версию можно было бы сразу обозвать конспирологией, если бы не американская научная статья 2015 года, которая называется так. Мы скрестили атипичную пневмонию и вирус летучих мышей. После развития коронавируса эта статья наделала много шума. В ней ученые отчитались о своих экспериментах с летучими мышами, в результате которых появился новый опасный вирус. Возможно, вы знаете, что правительство США выделяет гранты на различные научные работы, и исследование вирусов входит в их число. Так вот, в 2015 году американские вирусологи исследовали вирус под названием SHC-14, который был обнаружен у летучих мышей в Китае. Дальше ученые создали химерный вирус, состоящий из компонентов только что найденного вируса SHC-14 и коронавируса SARS, который был причиной вспышки пневмонии Китая в 2002 году. Химеры инфицировали клетки дыхательных путей человека, доказывая, что белок SHC-14 имеет необходимую структуру, чтобы заразить их. Полученные результаты укрепляют подозрения, что коронавирусы летучих мышей способны непосредственно заражать людей. Дальше можно дофантазировать самим и в лучших традициях голливудских фильмов представить, что после исследований что-то пошло не так, и этот новый химерный вирус каким-то образом вырвался наружу. Но почему-то никто не вспоминает то, как ученые в этом же исследовании доказывают, что любой коронавирус летучих мышей, прежде чем представлять какую-либо угрозу для человека, должен вначале эволюционировать. Издатели международного журнала Nature эту статью с сайта не удалили, но в ее текст добавили ремарку о том, что эта статья может использоваться как теория о появлении COVID-19, что и произошло. Понятно, что если бы статью удалили еще в начале эпидемии, никто бы ничего не успел раскопать, а когда статья уже была на слуху, просто вставили ремарку, чтобы как-то облегчить участь. То, что реальной целью этого эксперимента было создание вакцины для будущего вируса, похожего на SARS, это правда. Но выдумка, что тот разработанный в 2015 году гибридный вирус спустя 5 лет стал сегодняшним коронавирусом, полная чушь. Но все это ничто по сравнению с третьей версией появления коронавируса. Сторонники этой версии считают, что коронавирус был специально сделан в Америке. Справедливости ради, тут надо уточнить, что изначально эта версия была придумана в Китае, но с удовольствием поддерживалась во всем мире. Согласно этой конспирологии, Пентагон вместе с ЦРУ тихаря заразил коронавирусом группу американских военных спортсменов, которые участвовали во всемирных военных играх в китайском городе Ухань в октябре прошлого года. По завершению спортивного мероприятия в Китае вернувшиеся в США американские военнослужащие якобы были помещены в жесткий карантин на военной базе, где им было сказано, что все они просто болели гриппом. Затем этих военных под угрозой возмездия вынудили дать подписку о неразглашении. Чтобы в этом всем разобраться, давайте просто посмотрим на хронологию событий осени 2019 года. Само соревнование проводилось с 18 по 27 октября 2019 года. Даже если предположить, что американцы теоретически смогли бы заразить первых китайцев, то максимальный инкубационный период этого вируса — 14 дней. Несостыковка в том, что первый заявленный случай коронавируса в Ухане был зафиксирован в начале декабря. То есть американские военные физически не могли заразить местных китайцев просто потому, что в это время они уже давно были на родине. Более того, около 200 российских спортсменов тоже участвовали в этих играх, и никто из них не заболел. Из покон веков определенной категории людей всегда нравились теории заговора, особенно во время пандемии, чумы, заразы и вредоносных вирусов. Например, в 14 веке многие европейцы обвинили евреев и прокаженных в создании бубонной чумы, а теперь и в 21 веке, как мы видим, обвиняют США в создании коронавируса. Получается, что целых 7 веков прошло со времен бубонной чумы, но все равно сегодняшняя конспирология остается такой же популярной. В общем, конспирологии здесь нет никакой. Этот вирус не имеет никакого отношения к человеческим разработкам и не сбежал ни из какой лаборатории. Пока народ паникует, ученые о новом вирусе уже узнали массу вещей. Например, то, что все началось с единичного заражения в Китае. То есть кто-то все-таки там съел какое-то нехорошее животное и заболел, а потом и передал этот уже подстроенный под человека вирус дальше. Также я не вижу оснований верить, что коронавирусы в виде химеры сбежали из лаборатории. В то время в этой же лаборатории работали над проблему вируса лихорадки Эболы. И не было зарегистрировано ни одной вспышки, которая исходила бы из лаборатории. Люди просто одержимы неверным пониманием проблемы. Взять хотя бы даже интернет. Медицинские организации регулярно публикуют списки неэффективных способов борьбы с заболеванием, но испуганных людей такие разоблачения не останавливают. Появился даже миф о том, что алкоголь как-то помогает не заболеть коронавирусом, который пошел от японского журналиста. Он заявил, что россиян не берет вирус, потому что русские пьют водку с малых лет. Некоторые эксперты предположили, что именно в этом кроется причина, почему граждане некоторых стран массово употребляют алкоголь и травятся им до смерти. Но пока многие придумывают легенды, мы не замечаем реальную опасность, которая заключается в том, что, возможно, все это репетиция. Ведь если довольно слабый коронавирус, который просто умеет быстро передаваться, наделал столько проблем, то я представляю, что может быть, если какой-нибудь более сильный вирус научится так же быстро переходить от человека к человеку. Кстати, еще в начале 2000-х годов известный вирусолог Роберт Вебстер опубликовал статью под названием «Мир качается на грани эпидемии, которая может уничтожить большую часть человечества». Но конкретно этот вирус мы переживем. Чтобы победить распространение любого нового вируса, должны переболеть много людей. И вот когда у большей части населения к новому вирусу появится иммунитет, тогда пандемия закончится. И новый COVID-19 не исключение. Так это работает. Неважно, нравится нам это или нет. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии к этому видео. Субтитры создавал DimaTorzok